Здравствуйте, друзья. Житель Курской области предлагает чинушам вместе с ворами в генеральских погонах собирать вещи и ехать на фронт воевать вместе со своими детьми. Сбежали некоторые, значит, извиняюсь, в нижнем белье. Произошло предательство, никто не предупредил. Структуры, власть, чиновники, администрация не предупредили, сами сбежали. Идут обстрелы, вот мы приехали, возможность была до 10 километров от корня. Слушайте, идут обстрелы, идут бои. Приезжают журналисты, которые карманные, московские, показывают сюжеты наигранные, с какими-то людьми непонятными. В итоге обман и ложь. По бумагам, по телевидению, по прессе война уже закончилась. Но война идет, месяц войны, месяц. Люди остались без крови, без жилья. А как прожить банка тушенки, консервы, килограмм какой-то крупы или что-то масло банка пол-литровая? Ну и как прожить? Литровая баночка маслицы. Как прожить людям на эту, ну, зарплату какую-то они не получают, да? Говорят, мы будем две трети платить вам, да? Плюс какая-то помощь, 10 тысяч, 15 тысяч тоже не получают. Отказывают большинству. Это кочунцы. Как можно прожить на 10 тысяч людям, которые остались без крова, без всего? Как можно прожить? Путина не интересует. Путина интересует захватить еще 100 метров Донбасса. Прежде всего в Донбассе. Освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Забрать во всех этих Герасимов, Иванов, Петров, Федоров, Шойгу. Все забрать имущество, отдать людям, которые пострадали. Пострадали. Слышите, идут обстрелы. Идет война. Настоящая, полноценная война. Нас предали. Россию предали. Предали генералы вышестоящие, которые бизнес за границей. Все там, дети там, все там. Они нас предали. Предали Россию. Расстрел не ниже. Сюда на передовую. Имущество забрать. Всех родственников на войну. Государственную думу на войну. Всех на войну. И война, я думаю, через месяц закончится. Не, не, не. Какой месяц? Закончится через три дня.